Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и сегодня вместе с вами хотел бы коснуться такой темы, как как не набирать вес, как остановить отложение жировой клетчатки на теле. И я напомню о том, что слово целлюлит это отложение жировой клетчатки между кожей и мышцами человеческого тела. И чаще всего это происходит на животе, нижней части спины, на бедрах, а также в области наших плеч. И, естественно, есть причины, по которым у человека происходит набор веса. И здесь надо понимать простые вещи. Если человек потребляет много, а теряет мало, то то, что он потребляет, будет где-то депонироваться, откладываться, и человек, естественно, будет набирать вес. Жировая наша клетчатка – это в основном сам жир, жирная пища. И второе – это углеводы. Я напомню, что примерно 20% углеводов содержится во всех крупах, а в муке – это 75-78%. И поэтому все, что сделано из мучных продуктов, они так или иначе могут прибавлять наш вес. Сахаросодержащие продукты, кроме того, они нарушают PH нашей крови в сторону кислотной реакции. Это тоже плохо, и об этом тоже необходимо помнить. И поэтому, с одной стороны, меньше есть, с другой стороны, больше двигаться. И вот этот баланс, он должен быть постоянным, то есть не растягивать своего желудка, не превращать желудок в командующего нашим разумом, телом, нет, а порабощать, наоборот, его, чтобы не было такого понятия, как чревоугодие. И, с другой стороны, движение, иногда движение в силу определенных обстоятельств невозможно выполнять, и тогда человеку необходимо тоже меньше питаться. Но то, что есть человек, должно потребляться осознанно, и оно должно приносить здоровье. Поэтому безжизненная мертвой еды должно быть как можно меньше на столе у человека. Еще раз, важно в том балансе, в котором находится человек, найти правильное сочетание потребляемой пищи и расходуемой энергии. И тогда прибавление веса человека не будет происходить. Кроме того, необходимо следить за своей гормональной системой, которая зависит от стрессов, страхов, переживаний человека. И об этом необходимо также помнить. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.